Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Только-только занимается новый день, солнце еще не встало, а мы уже записываем для вас интересный видеоролик. Вредные приседания. Да-да, друзья, и пока у хейтеров и троллей, у всех наших с вами недоброжелателей, рвет по коны, они бегут писать в комментариях, какой я тупой, и наконец-то понял, что приседать вредно и опасно, передадим им привет. Мы с вами будем разбираться, что же на самом деле вредно и опасно. Мы видим, какое огромное обилие фитнес-выкидышей порождает современная фитнес-индустрия. Нас учат каждый день каким-то новым правилам, законам, по которым мы с вами якобы должны тренироваться. Придумывается огромное количество вариантов уже известных упражнений. Где-то это хорошо, но в основной своей массе это только вредит. Какие же приседания опасны, друзья? Давайте сначала посмотрим на то, как рекомендуют приседать сегодня современные фитнес-гуры. Я не буду вкладывать сюда видео из других каналов или брать каких-то других девчонок, которые приседают подобным образом. Я попросил Юлю продемонстрировать этот данный вид опасных приседаний. Давайте просто немножечко посмотрим. Как вы видите, данный вид приседаний считается очень хорошим, полезным для прожима ягодичных мышц. Но давайте разбираться, что же происходит на самом деле. Мы видим, что в момент подъема из приседаний, когда в верхней точке таз подается вперед для того, чтобы сжать ягодичные мышцы, вся нагрузка с работающих мышц, что мы хотим в принципе сделать, уходит в суставы, уходит в поясничный отдел позвоночника и приведет обязательно к травме. Самое главное, мы знаем, что чем больше рабочий вес и чем ниже вы приседаете, девчонки, тем больше и лучше прорабатываются ваши ягодичные мышцы. Что же происходит здесь? Во-первых, с нормальными серьезными весами вы не поработаете. Уже минус. Второе. В самой верхней точке вся нагрузка уходит в суставы и в позвоночник, что совершенно не может быть рекомендацией к исполнению, как вы понимаете. И для чего это делать, когда по сути мы с вами не даем дополнительную нагрузку на мышцы, наоборот, снимаем ее? Что же нужно делать? Просто нужно приседать достаточно глубоко, а вставая не распрямлять колени полностью. И чем больше вы не распрямите колени, тем больше ваши ягодичные мышцы останутся в напряжении. И не нужно делать вот этих дополнительных прожимов. Все эти прожимы остаются хорошим инструментом в работе, к примеру, когда вы делаете ягодичные мостики, в других изоляционных упражнениях на ягодичные мышцы. Но мы с вами знаем, что в базе, в таких упражнениях, как приседания, становая тяга, А многие, кстати, девчонки делают подобную глупость, еще и работая в становой, и особенно в румынке. Всегда подавая таз вперед и якобы прожимая ягодичные мышцы. Не нужно этого делать, друзья. Это, во-первых, снимает нагрузку с ягодичной мышцы. Во-вторых, это обязательно приведет к травмам. Для чего это делать? Задайте себе этот вопрос. И если ваш тренер продолжает настаивать на таком варианте исполнения упражнения, Просто откажитесь от него, бегите от него, и никому никогда его не рекомендуйте. Если, конечно, вы здравомыслящий человек, адекватный. Еще в данном видео я хочу затронуть тему, о чем я постоянно говорю, но никто почему-то не слышит. Присед с колен. Еще, друзья, не забывайте писать комментарии, потому что для вас теперь это выгодно. Раз в месяц я буду выбирать самый лучший, понравившийся, впечатливший меня комментарий и дарить вам 250 баксов. Да, но это будет, конечно, в виде того, что вы сможете бесплатно вступить в мою закрытую группу. Так что, друзья, дерзаем. Все соцсети, которые вы мои знаете, начиная от инстаграм, заканчивая ютюб, Лучший комментарий в месяц получает супер бонус. Подключай свою смекалку с колен. Считается хорошим упражнением для проработки ягодичных мышц. Друзья, это самое плохое, тупое и опасное, что вы можете придумать, особенно для коленных суставов. Мы с вами так созданы природой, что должны стоять на полной ноге, на стопе. Когда вы становитесь на колено, вы настолько рискуете получить травму, а если у вас есть уже проблемы с коленными суставами, ухудшить их. А мы знаем, что все, кто более-менее серьезно тренируется, имеют какие-либо проблемы с коленными суставами. Так зачем усугублять это? А мы повально видим, как рекомендуется делать данное упражнение. А представьте, для тех, у кого есть хоть какие-то проблемы, изменения в коленном суставе, если вы это делаете еще и с весом, опасно просто становиться на колени. А здесь вы еще берете на плечи вес штанги или машины Смита, если вы работаете в тренажере. Не делайте этого. Во-первых, снова вы обкрадываете себя в плане нагрузки, в плане амплитуды. Вы никогда не присядете настолько глубоко с коленок, как можете присесть и задействовать свои ягодичные мышцы в обычных нормальных приседаниях. Снова очередной тупизм, который не приводит, не улучшает само упражнение, а ухудшает и степень отдачи от данного упражнения. А также очень сильно повышает риск возникновения проблем с тем же позвоночником, но в первую очередь, конечно же, с коленными суставами. Надеюсь, вы грамотный человек и серьезно воспримете данную информацию, особенно если вы тренер-инструктор, который неважно каким образом стал, но вы взяли на себя ответственность тренировать людей. Взяли на себя ответственность за их здоровье. Мы даже не говорим сейчас о прогрессе, но и прогресс здесь тоже очень важен. Не изобретайте, друзья, колесо, особенно если колеса получаются квадратные. Зачем? Ну и в конце хочу напомнить, я уже несколько раз и говорил, и писал в своих статьях и книгах о том, что нельзя девчонкам делать классические приседания в машине Смита. Это крайне негативно сказывается на вашем здоровье, мочеполовой системе. Ну что, надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забывайте, друзья, делиться им в своих соцсетях. Не зря я встал в 6 утра для того, чтобы записать это полезное обращение к вам. По-другому я даже и не назову. Обязательно пишите ваши вопросы в комментариях. Все, с чем вы не согласны, пишите тоже в комментариях, но не в оскорбительной форме, а конструктивной критике. Давайте пообщаемся, мне интересно, видели ли вы такие упражнения, дают ли ваши тренера вам такие упражнения. Ну и давайте вместе улучшать канал. Ведь я все, что делаю, делаю для вас бесплатно. Поставить лайк, написать комментарий и поделиться этим роликом в своих соцсетях для вас не предоставляет никаких сложностей и не несет никаких экономических затрат. Увидимся уже очень и очень скоро. Всем сухой мышечной массы и силы. Без травм. Друзья, хорошие новости. Вы постоянно спрашивали меня, где и как можно приобрести одежду с логотипами Heavy Metal Gym. Теперь у вас есть такая возможность. На сайте майки.ру вы сможете найти то, что искали. И теперь можно ходить, тренироваться в майках, футболках, худи с логотипом любимого канала. Заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд. Продолжение следует...